Церковь Русская, красуйся, великуй! Церковь Русская, красуйся, великуй! Церковь Русская, красуйся, великуй! Церковь Русская, красуйся, великуй! где тебе суждено было принять монашеский посты и стать служителем алтаря Господа. Все, что получил ты прежде от Бога, не только благодать Святаго Духа, но и образование, опыт, суть, таланты, веренные тебе для многократного превращения. Крудись и устанно, и к тебе дадлежит дать отчет пастыря-начальнику Христу. Будь добрым и верным рабом Господа, приумножающим Его дарование, чтобы твое святительское служение было действительно благотворным, приводящим тебя и пасху в радость Господина Твоего. Внимли слово великого святителя русской земли Филарета Московского, твоего небесного покровителя. Дабы наш подвиг, говорит он, для церкви был благонадежным, Ему предшествовать должен преимущественный наш подвиг над самими собой. Наилучшим образом ты сможешь приобщать людей к слову истины, если сам будешь стремиться к боговедению. Вникай в себя и в учение наставляет Святой Апостол Павлович. Непрестанно укрепляясь в молитве, ты способен будешь научить молитвы и чадься в Богу. Будучи кротким пастырем, послужишь примером для пособок, хранив в своем сердце слово Спасителя, кто нарушит одну из заповедей сих молитв. И научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Мужество и стойко понадобится тебе в той тяжелой борьбе, которую ведет церковь и каждый христианин не против крови и плоти, но против миров правителей тьмы века сего, против духа злобы поднебесной. В этом противостоянии истов признан быть опорой для слабых, для унывающих, для тех, кто покалечен грехом. Укрепляйся Господом и могуществом силы Его. Помни, что нерадение архипастыря приводит к гибели души. Достойный же архиерей служит спасению многих и стяжает великую награду от Бога. Откуда же взять силы для прохождения столь многокрутного покрыща? Черпать их следует божественная евхалистия, совершение которой есть первая обязанность епископа. Как преемник апостолов ты имеешь попечение о созидании Церкви, сохранении ее единства, собрание верных на тропезе Господней и причащение от хлеба жизни и чаха спасения есть основа единства тела Церковного. Литургия должна стать центром жизни всякого христианина. Проповедуй сие в учреждении. Богослужение – это нескудивающий источник благодати, но всякий дар, получаемый свыше от Отца Света, не спосылается ради укрепления человека в совершении дела веры и труда любви. Непрестанно напоминена Эмилианом и Клиру Твоей епархии, что истинное христианское благочестие не ограничивается посещением храма. Участие в таинствах и требах до послова апостола чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Большую работу предстоит тебе совершить, чтобы организовать в епархии дела милосердия, научая людей этой великой заповеди о сострадании, образ которой был явлен нам сегодня при чтении Евангелия за этой божественной рекламе. К сожалению, сегодня значительная часть наших современников, именующих себя православными, не осознают необходимости оказывать сугубую любовь и заботу тем, кто особенно в них нуждается. Именно тебе, епископу Церкви Христовой, надлежит наполнить слова царя и праведного судьи, обращаемого к наследникам царства. «Алкал я, и вы дали мне есть, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня». Только деятельная вера, может быть, вдохновляющей силой, улавливающей для Христа людей, в первую очередь молодое поколение, стараясь привлечь юношество к полноценному участию в церковной жизни. Такое участие наилучшим образом защитит молодых, молодых людей от соблазнов современного мира, стремящегося стереть границы между добром и злом, праведностью и пороком и потому нежелающего грех называть грехом. Будущее русской Церкви и духовное здоровье нашего общества во многом зависят от усилий архипастырей и пастырей о попечении молодежи. А всем заботься, по слову апостола Павла, дабы успех твой для всех был очевиден. Но страшись подменять подлинный труд наиле церковной, мнимыми достижениями, видимостью делами, ибо ни злое, ни доброе не может скрыться от того, кто нелицеприятно судит каждого по делам. Время, возложенное на тебя истинным и великим архиереем Христом, прими с благоговением, ибо тебе вручается его стадо ради спасения, которое он положил жизнью своей. Сей жизнью символизирует власть, данную тебе от Бога, дабы, правясь мудрой кротостью, ты сохранил и приумножил настояние Господне. Благослови же собравшихся здесь людей, возносивших ныне молитвы Царю Царствующих, они спасла они и тебе всю вкрепляющей благодати. Аминь. Царь Царствующая Роди Святой Украшай свой дом В нем же божественных Венисом Святым Роди Святой Роди Святой